Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 6 февраля, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Соборного послания апостола Иакова. Глава 3 стихи с 11 до конца главы и глава 4 первые 6 стихов. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой укротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам обратить свой взор на соборное послание апостола Иакова. И сегодняшняя речь, в сегодняшнем отрывке идет о жизни в общине. Церковь реализует себя не просто теоретически, а реально практически в местных общинах, которые связаны друг с другом прежде всего единством веры и единством таинств. И действительно, мы каждый день причащаемся телу и крови Христовой, каждый день творится божественная литургия, и верующие, причащаясь в конкретных своих местных общинах, становятся единым телом Христовым на пространстве всей соборной апостольской Едино-Святой Церкви. И о жизни в конкретных общинах и говорит апостол Иаков, вскрывая те пороки, которые существуют в этих общинах, и обличая их, обращаясь в целом к этим общинам. Поэтому и говорим о том, что это соборное послание. Стоит еще сказать, что апостол Иаков – это авторитетнейший апостол Иерусалимской, прежде всего, общины, общины иудео-христианской. И если мы посмотрим не только на сегодняшний отрывок, но и в сегодняшнем отрывке будут некие элементы того, о чем я сейчас скажу. Если мы посмотрим целиком на это послание и на всю традицию апостола Иакова, то мы увидим, что она глубоко укоренена в учении Господа Иисуса Христа. Укоренена буквально в тех смысловых акцентах, которые они выражают, и даже слова, которые здесь употребляются, повторяются, они носят точно такой же смысл, и это те же самые порой слова, которые произносил Христос, прежде всего, в своей Нагорной проповеди. И будем помнить также о том, что когда мы читаем послание, мы видим, что здесь не просто послание, которое садится и записывается. Нужно понимать, что автор, когда писал это послание, а, вероятно, его надиктовывал, то это был плод не просто некой выдумки, а это реальная традиция, которая родилась не от теоретического, размышления, а от глубокой укорененности, прежде всего, в религиозной традиции, в молитвенной и богослужебной традициях. И все, что мы видим, это плод именно проповеди, так называемой керигмы. Мы видим эти проповеди, как они составлены и предложены нам в виде текста. И вот мы читаем сегодня. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». И здесь мы видим сразу пример традиционной риторики, иудейской прежде всего, которую мы можем встречать в учительных книгах Ветхого Завета, в книгах Притч, видим два примера. Выходит некий тезис, и этот тезис подтверждается обычно двумя примерами. И здесь мы видим о примерах того, что один источник не может быть одновременно источником зла и добра. Приводится пример, как не может один родник быть одновременно и ядом, и живительной водой. Также не может одно древо приносить одновременно и маслины, и виноградную лозу. И дальше идет речь в 13 стихе «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Это очень важно, и предлагаю сегодня нам именно на этом стихе акцентировать свое внимание. Очень важные слова, потому что, во-первых, здесь идет речь о мудрости, а мудрость христианская – это особый, отдельный вид мудрости, который раскрывается нам, прежде всего, на страницах Ветхого Завета, в книгах притчи Соломоновых, книгах о премудрости Иисуса, сына Сирахова. Мы видим глубокую традицию премудрости Божией. И апостол Иаков говорит здесь о мудрости и о разумности людей, которые укоренены в Боге, прежде всего. И он говорит о том, что эта мудрость проявляется не в теоретическом знании, не в том знании, которое человек может сказать другому, а именно в поступках. Именно тот христианин действительно мудр, не тот, кто много знает, а тот, кто поступает согласно этой мудрости. И это заложено сразу в этом же стихе, в 13-м. «Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Это поведение, поведение христианина, оно еще должно быть не злобным, не раздражительным, не неким снобистским, а действительно с нежной кротостью. И тогда, когда человек может вести себя так в обществе, действительно по христианским меркам, это нам говорит апостол Иаков, «Он является мудрым». «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Одно из главных проблем любой общины это именно сварливость и зависть, которая расточает. И это уже то, что рождается от мудрости земной, душевной и бесовской. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Зависть и сварливость, но зависть, там конкретно, если смотреть греческий текст, там написано «ревность». Ревность бывает разная, и ревность бывает и положительная, но здесь пример как раз-таки горькой зависти, горькой ревности, поэтому здесь сразу дан акцент негативный, негативная окраска. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно». Вот, какой должна быть мудрость, и вот, как мы должны вести себя по отношению друг к другу и по отношению к тем людям, которые приходят в храм и приходят в наши общины. Будем помнить об этом, будем помнить, что плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Будем хранить мир в наших сердцах и изливать этот мир с мудрой крутостью на окружающих нас людей, чтобы они видели, что мы действительно ученики Христовы. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое при и выше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова